Будем работать в темпе. Спасибо, что посетили наш вебинар. Сегодня будет у нас очень своевременная тема по рыночному состоянию, именно по теме кризиса. Итак, если мы готовы учиться, то тогда разрешите представить вам. Перейдем сразу к обучению, к сегодняшнему. Представляю вам доктора психологических и экономических наук, международного бизнес-тренера с 18-летним опытом, основателя и президента Международного центра развития человека само, автора серии книг-бестселлеров «Философия муравья». Первая книга называется «Я и деньги». Очень много регалий, а также является опытным инвестором в недвижимость Саидмурат Раджакович Давлатов. Встречайте, ребята. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Если вы меня видите с лишним, пожалуйста, ставьте «плюс», чтобы я убедился, что вы меня видите с лишним. Спасибо. Значит, связь нормальный. Теперь я буду говорить о сегодняшней теме. Почему мы решили вообще по этому тему разговор вести? И вообще, почему нужна эта тема сама по себе? Дорогие мои, кризис, наверное, это не впервые. Мы с вами видим кризис. Возможно, это и раньше будет кризис. Вы тоже с этим столкнулись. Но сам по себе тема кризиса вызывает отрицательные мнения, отрицательные ощущения. Сам по себе кризис вызывает страх, внутреннюю депрессивность, давление. Но надо осознавать. Вообще, надо понимать, что такое кризис. Когда человек понимает, что такое кризис, у него происходят некие вещи. Что происходит, когда человек осознает, что такое кризис? Кризис. По большому счету, кризис – это подготовка к переходным моментам. Сам слово «кризис» – это есть подготовительный момент, когда приходит какое-то изменение. Изменение вашей жизни, изменение вашего сознания, изменение ваших доходов, изменение качества жизни. В дальний момент, везде, если вы посмотрите, рассказывают, говорят о кризисе. Все самое сложное, то, что можно слышать. Ну, это нормально. Кризис, конечно, радостной минуты мало будет в кризисном периоде. Если особенно вы в долгу, если особенно вам придется закрывать помещение, аренду, ну, как в магазине, если вас уволили с работы, попало сокращение. Если вы не можете платить кредит, когда вы в хорошей зарплате сидели, вы брали кредит, теперь кризис, вас сократили, может быть, от 6-дневка привели на 5-дневку или на полуставку. Вот оно что. Соответственно, эта кризис, она заставляет большинство людей находиться не в том состоянии, в котором им хотелось бы. Кризис всегда принесет боль. Но, перед чем начинать активно, активно начинать говорить о уроках и как поступить, что надо делать в период кризиса, Я бы хотел спросить у вас. Пару слов хочу вам сдавать. Подскажите мне, пожалуйста, дальний момент. Как кризис влияет на вас лично? На вас лично. Как дальний момент кризис влияет? Отлично. Дорогие мои, если вы заметили, если вы сами читаете чат, который ребята что пишут, там чуть-чуть ниже мою фотографию, если посмотрите, вы видите чат. И там что пишут ребята и так далее. И вот что я вам скажу. Действительно так. Причина кризиса, причина кризиса, то я имею ввиду, например, такие причины дохода, доход меньше стал, продажа слабее стал, люди стали меньше тратить, у людей нет денег. Внимально. Люди стали меньше тратить или у людей нет денег вообще? Вот внимание, обратите. Вот все эти моменты, которые сейчас мы описали, они так и происходят на самом деле. В реальности по-прежнему люди получают зарплату. В реальности люди по-прежнему кушают. Люди по-прежнему одеваются. Люди по-прежнему отопление используют. Люди по-прежнему делят все. Но только у них страх влияет. Только страх внутри людей вольны не создают, что вдруг завтра не хватит. По большому счету получается, что когда человек легко расходует деньги, когда человек тратит деньги, когда у него есть уверенность завтрашнего дня, когда у человека есть уверенность завтрашнего дня, он легко расходует деньги. Пожалуйста, внимание, обратите. Когда человек, я снова повторю, когда человек, у него есть уверенность завтрашнего дня, он легко тратит деньги. Он даже не думает об этом. Он спокойно расходует деньги. Все появилось вольнение. Неуверенность завтрашнего дня, он тут же начнет сократить расходы. Например, я вспомнил один из эпизодов кризиса 2008 года. Один мой друг в 2008 году, он был банкир, я у него спросил, как банковская ситуация, банка. Тогда тоже был некий курс изменился, вспомните, это 2008, 2009, вспомните, да, потом курс было 120, деньги, потом потокуло 150 и так далее. Тогда тоже было что-то такое. И тоже нелегкий кризис был тогда, тогда тоже был серьезный кризис. Депозитный счет вырос. И он сказал, представляете, с одной стороны кризис, у нас погашение стало чуть-чуть, у некоторых людей слабое, а с другой стороны депозитный счет и вырос. Привлечение депозитов стало лучше, легче. И что я хочу сказать, вот это связи, которые мы с вами видим, уменьшилась продажа, якобы там люди начали делать сами необходимые расходы, якобы то, что мы видим с вами, что, скажем, люди отошли от чего-то другое. То есть, это все неуверенность завтрашнего дня. значит, если так посмотреть, сегодняшний кризис, это тоже самое, похоже на те годы. я хочу несколько вещей сказать важные сегодня. Самый главный ключ, самое главное спасение, оно заключается в вас самих, в вашем отношении к этому, ваше сознание. период кризиса происходит некий, можно сказать, сама жизнь, сам господ, меняет личности. то есть, кризис это падение одного, подъем другого. Один падает, другой поднимается. Давайте посмотрим, 90-й год, я хочу сказать, что история является ярким показателем. 90-й год, был кризис, были сложности, многим людям было очень тяжело, очень трудно. но среди этих людей, среди народа, которые в эти годы, в эти годы, построили систему, создавали стратегию. Еще приду, я к этому чат, подхожу к этому, чтобы вам было понятно. в кризисе, господ, просто заменяет одни правители на других, одни успешных людей на других, одни руководители на других. Надо осознавать этого. Я хочу сказать, можете ли вы адаптироваться в этом периоде? Вот это зависит от вас. Готовы ли вы адаптироваться к этому периоде? Все зависит от вас. Господь сам раздает свои мылиства, он сам раздает. Будут два категория людей в период кризиса. Одни, которые игнорируют его, одни, которые эмоционально страдают, чувствуют больностью, они не видят просто дальше, просто они дальше не видят как. Они чувствуют, что как будто доходы срезались, обязательно большие, теперь не знаю, как справиться. Это один из категорий людей. Будут второй категории людей, которые в этом периоде начинают искать возможности. Слава Богу. Теперь все. Давайте теперь больше ничего не пишите. И я прошу вас, не надо ничего писать в момент, когда разговариваю. Чтобы вот, чтобы меня хорошо могли услышать друг друга, хорошо учиться. И вы отвечаете только тогда, когда я даю вам вопросы. Пойдет? Поэтому, пожалуйста, прошу вас, больше ничего не пишите, потому что вы пишите, вы отвлекаете сознание всех людей, и люди не могут учиться. И вы, пожалуйста, внимательно послушайте моменты, когда я объясняю, а потом, когда я задаю вопрос, только тогда отвечайте. Теперь, пожалуйста, внимательно послушайте. Я сказал, что вот 2008 год, посмотрите, 2008 год, я потерял 5-6 бизнесов, даже много, даже больше. И попал куча в долгах. Очень много было в долгу, очень было сложно. Были очень сильные кризисы, было трудно, очень тяжело, психологически это в селе борьба. На самом деле, психологически это очень сложно. Если когда-нибудь вы сами оказались в такой ситуации, вы мне понимаете. А если вы не оказались в такой ситуации, вы не поймете, что это такое. Было, можно сказать, что я помню, по утрам иногда стоял и не знал, что делать. Просто не знал, что делать. Вся жизнь начала давить на меня. Жизнь создавала какая-то масса. За что бы я не ввязался, это принес к новой проблеме. Чем бы я не занимался, с надеждой, что это поможет мне изменить ситуацию, это привело к новой страдании и новой проблеме. И это было постоянно. Поэтому я очень хорошо понимаю, как себя чувствует человек, который потеряет доход, у него растут кризисы, то есть кредиты, обязательства и так далее, и так далее. Поэтому я по шагу сейчас несколько советов буду давать. Постарайтесь их практиковать. Помните самую первую вещь? Самую первую вещь. Именно выход из кризиса, она связана на 29% это с вашим внутренним состоянием. Она не связана с рыночным условием. потому что рынок будет делить людей на два группа. Одна группа людей, которые будут подниматься, другая группа людей, которые будут падать. А ваше состояние, ваше эмоциональное состояние, эмоции человека двигают вперед человеку. Если ваше внутреннее состояние, вы чувствуете свободу, вы принимаете ситуацию, не игнорируйте его, вы воспринимаете несмотря на как бы вам не было тяжело, как бы вам не казалось, что это как трудно. Несмотря на все это, даже если вы принимаете ситуацию и внутри создадите внутреннюю спокойствие, свободу, вы победите. Главный инструмент, который поможет вам победить кризис, умение управлять свое сознание и свой эмоциональность. Я через это прошел сам, и поэтому понимаю, о чем я говорю. и плюс к тому это кризис позволяет вам стать сильнее. Кризис это некие испытания, которые делают человека намного мудрее, намного сильнее. Вспомните, потому что человек попадет в зону неизвестности. Когда человек попадет в зону неизвестности, ему придется больше напрягаться, больше думать, больше выжимать от себя производительность, стать более профессионалом в каком-либо области или своем области и так далее. Я хочу сказать, что благодаря кризису 2008 года и благодаря потере 2008 года на данный момент в этом кризисе и в период вот это после кризиса, не в период с 2009 по 2015 года мы хорошо выросли. с помощью Бога мне удалось построить 17 бизнесов и оплатить 2 миллиона около 340 тысяч долларов долги. Понимаете? И это все я читаю, что благодаря тех уроков, которые меня закаляли и воспитали кризис. Поверьте, уроки делают вас либо слабым, ситуации либо для вас слабым, либо для вас сильным. Что вы выбираете? Поэтому ваше эмоциональное состояние должно быть очень светлее чувство, независимо от того, что происходит. Если вы не будете игнорировать сознательно, потому что сначала мысль, потом самочувствие, потом эмоция, если вы не будете игнорировать, я снова повторю, если вы не будете игнорировать ситуацию, если вы возьмете себя в руку, начиняйте принимать ситуацию, позволяйте себя всегда, что бы ни происходит, свое настроение к лучшей стороны направить. Вы должны стать человеком, который к мирным соглашениям идет первыми. Сейчас в данный момент в любом организации, где бы вы ни работали, чем бы ни занимались, вашим руководителям, если вы работаете в организации, вашим руководителям в дальний момент меньше всего нужны люди, которые нитики. Забудьте про свои права, я имею право на это, я имею право на то. сейчас фокусируйтесь на том, как вы можете помочь достигать результата. Будьте человеком, который делает первый шаг к мирным решениям. Сейчас в данный момент в период кризиса больше требуется сплоченность, больше требуется ваше руководство, ваши клиенты, ваши начальники именно этого хотят вас. Руководители ненавидят сотрудников, которые в этом периоде лентяничат, в этом периоде выражают недовольство, выражают критика. В этом периоде, если вы проявляете себя таким образом, первый, кто попадет в сокращение, это будете вы. Если вы занимаетесь бизнесом, в этом периоде не пытайтесь доказать своим клиентам они правы, неправы и так далее. Воспринимайте клиентов наоборот, создавайте больше ценност, если вам раньше клиент платил только за продукцию, теперь придется, чтобы вы за это деньги давали ему еще больше, чего-то больше ценност создавали. Думайте об этом. Сейчас нужно концентрироваться, фокусироваться именно об этом. Это очень важнейший момент. Я сейчас буду пошагивать несколько уроков, несколько важных вещей говорю. Смотрите, внимание обратите, ваше эмоциональное состояние большой роль играет. Если вы бизнесмен, пожалуйста, когда человек, я заметил, что люди, которые бизнесмены, и у них есть бизнес, период кризиса, они попадут в состояние нервной срыве. То есть они начинают видеть, что расходы много, они начинают нервничать, все раздражает их. Чем больше вас что-то раздражает, тем больше это станет в вашей жизни. То есть я имею в виду, это будет больше в вашей жизни появляться. Я хочу вам сказать вот такое. Я заметил, что наше сознание работает по такому принципу. Если что-то тебе не нравится, и ты хочешь убегать от этого, тем больше это появляется в твоей жизни. Девушка, которая хочет похудеть, чем больше она старается похудеть, тем больше она поправляется. Парень, который убегает от долгов и так далее, чем больше он убегает от них, он больше попадет в долгу. Мужчина, который не любит, чтобы жена ревновала его, чем больше он старается, тем больше она его ревнует. это означает, что на чего вы больше внимания обращаете это становится больше. Особенно предприниматели часто сталкиваются с тем, что они начинают видеть, что сотрудники лентяничат или где-то упускают, где-то нехорошо обслуживают клиентов. Это на мервах действует. И они начинают эмоциональным стать. Возможно вы это заметили. Возможно вы заметили, что вы уже у вас просыпается что-то плохое. Возможно вы заметили, у ваших начальства или руководителей тоже они начинают нервничать. Потому что раньше доход свободен был побольше, поток денег был побольше, простые действия давали хорошие результаты. А в период кризиса у людей надежда уверенно завтрашнего дня становится меньше. Поэтому люди меньше расходят деньги. Предпочитают покупать самое необходимое. И они срезают статья расходов. Возможно в этой статье расходов, которые они срезают, часть из них это ваши услуги. Возможно это может быть ваша продукция попадет в этой статье. Поэтому от вас требуют быть более бедительны. Это очень важный момент сейчас. Поэтому дорогие мои, помните одно, ключ к спасению, к выживанию, к преодолению кризиса она заключается в вас самих. у каждого человека это так. Потому что исходя из этого вашего выбора, выбора сознательного выбора, вы будете испытывать чувство жизни, вы будете испытывать либо страдания, либо спокойствие. Исходя из вашей эмоции, вы будете готовить себя либо к жертве, либо вы будете готовить к будущей, к просветанию. Поэтому вперед кризиса первое, что вы должны делать, контролировать себя, не выходить из себя часто, не внушать себя как тяжело. Я понимаю, как вокруг везде люди говорят кризис, кризис, кризис. Очень много-много слова вокруг этого. Телевизор кучишь об этом. По улице ходишь, курс валюты такой. Дорогие мои, мы все живем в одном событии, в одном ситуации в дальний момент. Весь рынок СНГ такой. Везде доллар принес некие потери доход ко всем. Один мой ученик несколько дней назад мне позвонил и сказал наставник, в связи с этим курс доллара я потерял двухлетний свой доход. Он мне сказал я покупаю товар из Америки долларами, а потом раздаю его людям и люди мне платят частями. И он сказал, что я почитал в связи с тем, что люди мне платят по договору деньгами, по деньге платят, и это я то, что два года заработал, и это денег нет. И я тогда спросил у него, речь идет о какой сумме. И он мне сказал, эта сумма, годовой мой чистый прибыль составляет около 900 тысяч долларов. Я сказал, значит, ты потерял двухлетнюю прибыль, это означает, что около 2 миллиона долларов ты потерял. он говорит, да. Я сказал, послушай, это нормально. Он сказал, что нормального в этом, около 2 миллиона долларов потерял. Я сказал, ты ничего не потерял. Ты потеряешь, если ты сейчас начиняешь так думать. Тебе твои клиенты платят, он говорит, да, платят. Тебе есть отношения с этими клиентами? Да, есть. А у тебя рынок есть? Он сказал, есть. Я сказал, ты ничего не потерял. Он говорит, как? Я же 2 миллиона потерял. Я говорю, измеримость по курсу доллара ты потерял. Но зачем тебе измерять свой доход долларами? Это же ты сам себе вынушал, что мой доход должно быть измерен долларами. Поэтому ты так думаешь. А на самом деле ты по-прежнему получаешь те же самые деньги. Он говорит, да, где-то если ты удерживаешь свой рынок, если ты продолжаешь свою работу, ты будешь в выигрыше. Но если ты сейчас начинаешь приживать, начинаешь нервничать, начинаешь сидеть, можно сказать, себя чувствовать жертвами, никто же тебе не восстановит этого. Если ты сдать, то легче не станет. Тебе никто не придет ни один президент, не говорит, ой, дорогой, ты потерял, давай я тебе подарю эти деньги. Так не бывает. Но ты должен выбрать тот путь, который поможет тебе стать сильнее. Это выбор за тебя. Нельзя себя чувствовать жертвой судьбы. Победителей жертвой не бывает. Жертв бывают те люди, которые сами выбрали пути жертвой. Победители никак жертвы не успешного человека. Больше скажем, сами успешные плоди дерева, но они находятся в дерево. Они не бывают и так далее. Поэтому они падают от ветра. Они не спевшие, хорошие, невкусные, не такие сочные. Сами сочные хорошие фрукты, они всегда наверху дерева. Но если ты поднимаешься на это дерево выше, у тебя риск растет, ты можешь падать. У тебя конкретно риск растет. Да, это означает, что ты хочешь стать успешным, у тебя риск больше, у всех успешных людей, это так. От успеха банкротства один шаг. Поэтому ты должен сейчас очень тщательно подойти к этому. Отлично. Тогда продолжим. Я остановился на том, что период спада экономика, внимание обратите, вот когда начнется спад экономика. Я сейчас буду говорить два эпизода. Один эпизод, что делят предприниматели, другой эпизод, что делят обычные люди. Хорошо, дорогие? Потому что каждый из вас к какому категорию людьми относитесь? Либо вы относитесь к предпринимателям, либо вы относитесь к людьми, которые на зарплату работают, например, специалистами, я их называю профессионалами, специалистами. Дорогие мои, давайте посмотрим сначала сторону предпринимателей. Что делают предприниматели при спаде экономики? Я этот вопрос задаю своей аудитории, вот какой ответ они мне дадут. Часто, чаще всего, ответ, который я получаю. Чаще всего, ответ, который я получаю. Это такие ответы. Что они делают первое? сокращают персонал. Пожалуйста, если у вас ручка бумаги есть, возьмите один чистый листок, вот так, возьмите этот листок, разделите его вертикально на два части и пишите те вещи, которые я сейчас буду говорить. Это будет очень важный урок. Первое, что они делают, они сокращают персонал. То есть это означает, что они часть команды уменьшают. Внимание. Второе, что делают, они уменьшают рекламу. Они начинают уменьшить рекламу, потому что они считают, что на рекламу в данный момент тратят это не самый важный расход и лучше его сократить надо. Они его сокращают. Потом сокращают все маркетинговые расходы. Что такое маркетинговые расходы? Это те расходы, которые в проведении акций, участии в выставках, скажем, какие-то поставления на улице какие-то промоутеры и так далее. Изучение рынка, изучение ценовой политики, проведение опросов. То есть всякие такие, например, все маркетинговые расходы. Их сокращают. Уменьшают их. Теперь смотрите. Еще что уменьшают? Они уменьшают ассортимент. Это я рассказываю вам не свое мнение. Я сейчас вам рассказываю. Это то, что я спрашиваю людей и люди отвечают мне. какие расходы сокращают в вашем организации или в вашем бизнесе. Они начнут говорить мне, что вот это сокращает, тот сокращает и так далее. И когда люди начнут так говорить, я начинаю думать. Внимание, ассортимент уменьшает. Что значит ассортимент уменьшает? То есть думать, возможно, иногда бывает такое, что надутый ассортимент. Бывает такое. Но часто люди начнут общим уменьшать. Потом еще уменьшает некоторых людей приводят на пол ставка работы. Если человек работал все день, теперь его приводят на пол ставка рабочая. А некоторые шестидневные работают, если они шестидневные работали, их приведут на 5 дней. То есть чтобы уменьшить зарплату и так далее. Теперь еще что уменьшает? Я спрашиваю это люди, люди отвечают там например тренингов. А временные площади уменьшают. Получается что площади которые они арендовали стараются чтобы более эффективно использовать начать их уменьшать. Теперь потом следующая вещь они минимизируют налоги. Стараются чтобы минимизировали сходы. Стараются чтобы там меч платить и так далее. Двойной буквал первую организовать и так далее. Потом в самой последней очереди люди говорят что меч начнем ходить уменьшать развлечения другими словами. Они говорят что понимаете большинство если вдруг не завершили это свадьба свадьба и так далее начать потом сократить. Посмотрите получается что определенная категория расходов они начнут уменьшить определенные категории расходов. Но эти категории расходов получаются такие необычные если так подумать задуматься. Я бы хотел спросить кто из вас может предпринимателем является и похоже поступал или может быть кто-то из вас работает там где в каком-то организации где происходят такие вещи сейчас. Если бумагу разделили вот так на два части в одну часть написали те пункты которые озвучивал придет экономика какие расходы люди уменьшают будет здорово. Да. Если вы предприниматель работаете возможно вы это заметили сами делали так или может где-то вы работаете организацией где люди так делали вы наверное это видели Отлично что писали да отлично очень хорошо почти все совпадают да Елена я понимаю вот действительно это такие теперь смотрите я понимаю дорогой я понимаю Владимир понимаю теперь внимание обратите давайте теперь с другой стороны вот это вторая колонка бумага давайте подумаем вместе я буду говорить я озвучиваю объяснять каждый пункт и так далее давайте подумаем что принесет деньги предпринимателю основном что принесет деньги первый пункт который озвучивал какой расход люди сокращают это персонал теперь внимание обратите получается что персонал вторая колонка мы будем писать что принесет нам деньги дорогие мои кто принесет вам деньги я заметил что некоторые люди когда спады экономика они увольняют персонал некоторые даже увольняют продавцов сами стратикам торгуют своем контейнере своем магазине и так далее но люди не осознают что их время самое основное не осознают что их время главной роль играет персонал кто такой персонал это есть сила это рабочая сила это есть люди которые их мозги их на руках помогает вашему бизнесу расти вашу компанию расти поэтому сокращая персонал мы сокращаем бизнес точка прорыва бизнеса находится персонале это что означает это означает что какая компания просветает ту компания просветает которая постоянно расширяется а способ расширения бизнеса напрямую зависит от расширения его персонала если персонал не увеличивается значит компания не расширяется она не могут расширяется я не могу понять почему некоторые люди хотят делать большой огром работа с маленьким количеством людьми или там они хотят делать например довести огромный груз который должен возить скажем грузовик на жигуле это вот так выглядит но если вы на жигуле заставляете ездить 240 его двери вылетают колесо вообще куда-то улетает это то же самое происходит с бизнесом персонал сотрудники чем больше вашей команды тем вам выгодно но если вы нанимаете людей и у вас надутая администрация это проблема в персонале проблема в том что у вас нету стратегия это проблема не персонал кто принесет деньги организацию команда принесет деньги почему команда принесет деньги потому что они чем больше команды люди которые работают они больше время принесут если я сам один работаю у меня 24 часа в сутки но я не могу все 24 часа работать получается что я работаю 8 часов или 10 часов ну максимум 15 часов у меня 15 часов время чтобы построить доход но если у нас будет 2 человека у меня время увеличивается а если у меня будет 10 человек время еще больше увеличится это означает что чем больше время вложен для развития моего бизнеса тем больше успешно становится бизнес поэтому очень выгодно что больше количества людей работали с вами если вы нанимали сотрудников но у вас доход не увеличивается проблема не в персонале проблема в том что либо вы не того человека нанимали либо он не ту работу делает когда персональный не знает какую работу делает обычно происходит такая картина поэтому все зависит от вас как вы организует работу как вы поставите работу чтобы система развивалась поэтому точка прорыва в бизнесе это в персонале хочешь чтобы твой компания вырос хочешь чтобы твой бизнес вырос хочешь чтобы делать что-то такое вы понимаете обратите хочешь чтобы ты например скажем твой бизнес просветал тогда увеличивай команду не имеет значения в каком периоде рынка сейчас к этому я приду еще вы поймете например закан а вот один сотрудник который с вами работает обычно если правильно организуешь работу в организации вот один сотрудник который работает он принесет 100 долларов скажем прибыль организации из этого 100 долларов от 14 до 18 максимум 20 22 но я рекомендую до 18 от 14 до 18 процент оплатить этому сотруднику тогда вам выгодно один человек когда работает или когда 20 человек на самом деле зарплату платите не вы люди сами работают свою зарплату только если вы организуете это правильно чтобы они могли заработать но если вы не могли организовать работу чтобы они заработали свою зарплату доход соответственно это станет хомут на вашей щее получается что вы увеличиваете свои обязательства у вас резко растут обязательства обязательства растут не потому что бизнес плохой нет просто неправильно было организован система дорогие мои вот очень важно понимать очень важно понимать другое реклама я пару слов скажу это и потом пройдет реклама люди сокращают рекламные расходы кое-что еще по персоналу скажу потом пройдет внимание обратите когда вы расширяете персонал что произойдет когда вы расширяете персонал период особенно кризиса когда вы расширяете персонал увеличиваете персонал период кризиса что произойдет вы можете привлекать самых лучших мозгов потому что большинство компаний сокращает большинство компаний сокращает свою команду у большинства людей сокращается команда то есть они сокращают персонал и вы недорого найдете самых лучших кадров очень много кадров сейчас будут искать работу это вам будет очень выгодно что я делал в период кризиса я вам скажу что делал и что мне помогло я еще завтра по подробному об этом буду говорить что я делал в период кризиса и как как мне удалось придет кризиса в этом году в оборотах в деньгах три раза компанию увеличить период кризиса кризис мне хорошо помогает и использовал опыт 2008 года и на сегодняшний день она классно мне помогает в активах наших компаний вырос наверно 10 раз наверное это даже может быть больше в активах потому что очень выгодно а чтобы вырос где-то на 70 процентов что делали с персоналом я сто процент увеличить зарплату это правда премию увеличил ровно сто процентов по сравнению год назад я увеличил зарплату своим персоналом с сентября месяц почему мы так делали потому что очень прекрасно понимаю что происходит когда персонале происходит сокращение или уменьшение количество часов и тогда однажды мы провели опрос тестированием мы сдавали это вопрос многим компаниям то есть разная группа группа людей мы пришли к выводу что около 70 процент эффективности сотрудники падает когда они видят что начинается сокращение смотрите у вас было десять человек три человека сократили всем остались даже это семь человек потеряет уверенность компания иногда практикует люди что они практикуют сокращает зарплату то есть резать зарплату или сокращает количество часы или там дни и тогда это все приводит к потере уверенность компании у сотрудников есть единственный доход у сотрудник нету другой доход это его зарплата поскольку у сотрудника есть единственными и сегодня такой необычный не вечер честно скажу вам очень тяжело и необычно сегодня почему потому что наверно наверно напряжение в сознании каждого из нас напряжение сознание каждого нашего слушателя дальний момент происходит если вы замечаете вот я бы хотел спросить у вас я сейчас когда сказал что надо я увеличил сто процентов зарплата с персоналом и на 70 процент увеличили штат расширялись мы на 70 процент и только что я почете посмотреть у большинства из вас в голове это создает такой то есть как это отрезка от реальности какая-то отрезка от реальности как это так как откуда брать деньги для персонала если дохода нет и так далее так далее то есть данный момент у вас в голове возможно происходит такой бум что как это так и так и так сложно и так так расходы большие откуда брать деньги у кого из вас сейчас в сознании такое недоразумение происходит пожалуйста ставьте двойку у кого из вас данный момент происходит такое у кого из вас данный момент реально в голове происходит какой-то действительно сложно видеть как это так если денег нет и так так продажа возможно слабо стал какой-то некий внутреннее сопротивление теперь внимание обратите на самом деле вот то что вы сейчас действительно вот то что вы сейчас написали я вас очень хорошо понимаю действительно очень хорошо понимать у меня был точно такое ощущение 2008 года теперь который я насколько вещей пожалуйста внимательно послушайте прочь ничего не пишите пожалуйста внимательно послушать родни мои внимание обратите к когда вы увеличиваете свою команду когдаees его когда вы увеличиваете свою команду Когда вы начинаете увеличивать их бонусы, увеличивать, начинаете их мотивацию и помогаете им зарабатывать больше в период кризиса, скажите мне, пожалуйста, какого у них в сознании формирует отношение, то есть в сознании, какой мысль появится в голове сотрудника по отношению к вашей компании. Вот. Правильно я всем говорю. Доверие, что с таким рукавом можно работать. Смотрите, ребята, что я вам скажу. Вот здесь есть женщины, да? Женщины, скажите мне, пожалуйста, как вы себя чувствуете, когда вы находитесь, когда вы чувствуете надежного мужчину? Давайте вот так. Как вы чувствуете, когда видите надежного человека, надежного мужчину? Уверенно. Согласны? Безопасно. Уверенно. Вы начинаете быть более уверенными. Согласны? Теперь смотрите, дорогие мои. Вот. Что произойдет? Да. Во. Счастливыми, уверенными. Вы внимание обратите. Вы даже пишите, вводите слова, которые вы сейчас пишете в чате. Если вы чуть-чуть почитаете в чате люди, что пишут, и это вдохновляет. Внимание обратите. А теперь скажите мне, пожалуйста, какой эмоции будут у сотрудника, какой эмоции, то есть в его сердце, в его нравственность, в его чувства, как влияет это для сотрудника? Можно спросить? Вот представьте себе сотрудника, который в период кризиса, когда вокруг, в дом он идет, брат говорит, меня уволили. Жена говорит, там так тяжело, или там кто-то. Сосед жалуется. А его взяли, удвоили. Или хотя бы повесили зарплату и принудовали. Помогли ему лучше жить. В этом период страданий. В период плохого времени. У него внутреннее состояние какое будет? Появится ли у него, формируется у него, какие чувства формируются? Появится ли у него преданность? Благодарность. Это удачно. Да, действительно так есть. Что еще возникает у него внутреннее? Во. Во. О, молодцы. Проявляет ли этот сотрудник больше, максимум? Будет ли он выкладывать от чистого сердца для развития этого компания? Для развития будущей этой компании? Конечно, да. Дорогие мои. Внимание обратите. У человека появляется полный позитивный настрой. Вы что делаете? Вы излечиваете его иммунную систему, которая вокруг него пально давит на него. Иммунная система тоже требуется защиты. Понимаете? Любой человек нуждается в вдохновении. Любой человек нуждается в поддержке. Талант. Особенно талантливых ребят надо поддерживать. Особенно, когда видите, что человек, он душой борется. Особенно, когда видите, что внутри человека горит огонь. Понимаете? Таким ребятам надо поддерживать. Ребята, талант нуждается в подпитками. Но если вы не подпитываете этот талант, она умрет. Она реально умрет. Я видел много талантливых ребят, которые вперед кризиса. Они потихонечку, потихонечку гасли. Потому что не оценили их. Это правда. Уловили? Самое важное, это ваши люди, не ваши доллары. Ваши доллары вам не помогут. Ваши бизнес вам ничего не стоит, если вокруг вас неправильные люди работают. Да вы миллион долларов вложите в бизнес, который неправильно организован, и неправильные люди работают, все исчезнет. Поэтому, дорогие мои, большой роль играет в самом основном, какие люди с вами работают. Я честно скажу вам, больше всего я борюсь за своих людей. Почему? Не обязательно, чтобы вы были умными, но обязательно, чтобы ваша команда была умная. Я о этом почему говорю такие вещи. В период кризиса вы должны максимально позаботиться о своих сотрудниках. Потому что у них единственная надежда – это их работа. У них нет другой надежды. Да, чуть меньше вы будете прибыль получать. Может быть, даже в какой-то момент у вас исчезнет прибыль, но зато у вас будет команда, которая поможет вам создавать фундамент. И как чуть-чуть нормализуется рынок, выделяйте рывок. Внимание, внимание. Выделяйте такой рывок, пока другие компании начинают нанимать людей, адаптировать людей, притирка приходит, пока эти люди, можно сказать, учатся, как правильно работать, пока они костяк команду улучшают. Я не говорю проходящие, уходящие. Пока они костяк команду улучшают, вы уже на 20 шагов будете впереди. Разве это не окупается? Он раз окупается. Я убежден, что ничего не принесет успех в вашей жизни по сравнению, правильные люди, если будут рядом с вами. Бизнесмен, который это осознает. Видите, у меня другое мышление. Мое мышление абсолютно другое. Люди думают, откуда платить им? Это откуда такие мысли? Если на него, то откуда его платить? Это ограничение сознания. Вы наймите правильных людей. Поставьте перед ними большие задачи. Дополнительные линии построения дохода. Поставьте для них направление. Я много буду говорить. Завтра, если вы пойдете на этот тренинг, меня мои сотрудники попросили, чтобы этот тренинг провести, честное слово. Но я это делаю как в виде блага. Завтра будет еще глубже эта тема. Завтра, когда я поглубже буду говорить, я вам расскажу, как нам удалось с помощью Аллаха, понимаете, с помощью Аллаха, как нам удалось три раза увеличить компанию. Нам нужно здоровый дух. Нам нужны сотрудники, которые борются за результат. И вы должны быть как руководители таким. Люди смотрят на вас, если вы бизнесмен, и думают, могу ли пойти за него. А когда люди видят, что тут сложности, вы себе так ведете, у них доверие и уверенность по-другому. И, соответственно, атмосфера в организации, она другая. Понимаете? Да, атмосфера совсем по-другому. Я еще пошагово завтра буду многие вещи объяснить. Второе, скажу, чуть побыстрее пойду, у меня очень много информации. Например, маркетинг. Давайте поговорим. Маркетинг. Люди уменьшают все маркетинговые расходы. Если так посмотреть, принесет ли маркетинг вообще деньги нам? Вообще принесет ли маркетинг реально деньги для нас? Конечно принесет. Еще как принесет. Почему маркетинг принесет деньги? Маркетинг изучает как раз те упущения ваших конкурентов. Вы понимаете? Маркетинг как раз узнает ваши как раз узкие места и начинает показать вам, где вы можете увеличить доход. Маркетинг как раз показывает вам, где вы можете дополнительно создавать, расширять ту сферу услуг или продукт, который вам принес дополнительный продаж. Внимание обратите. Именно маркетинг позволяет человеку видеть. Поэтому вперед, спад экономики. Надо увеличить маркетинговые ходи, маркетинговые шаги. Надо увеличивать. Как выбрать? Понимаете, у человека спад в состоянии. Вы должны на этом ему помочь. У человека вдохновение рост. Вы должны на этом ему помочь. Найдите, в каком тоне находится ваш потребитель. И поддерживайте его, чтобы он просветал. Решайте его проблемы. Потому что в любом ситуации он ищет какой-то выход. Например, когда спад экономики идет, он ищет где-то и более экономные вещи используя. А вы предоставляйте его. А чтобы предоставить этого, вам нужен маркетинг. Вы раньше продавали бензин, теперь продавайте газ. Вы раньше продавали там, не знаю, дорогой мука, продавайте чуть-чуть доступнее. Продавайте дорогой лампочкой. Более того, вы должны находить то, что ему нужно. Но чтобы вы поняли, что ему нужен, но вам нужен маркетинг. Поэтому, что принесет деньги? Маркетинг. Нельзя его уменьшить. Я хочу, чтобы второй столбик вы писали. Тогда мы увидим, что происходит. Получается, что что принесет нам деньги? Персональ принесет деньги. Второе, что принесет деньги? Маркетинг принесет деньги. Третье, реклама. Так, реклама. Принесет ли реклама вообще деньги? Откуда люди узнают про вашу продукцию? Откуда люди узнают вообще про вашу услугу? Да может быть, самый суперрестран. Если он не показывает этот ресторан людям, люди не будут ходить туда. Да никто не узнает, что за ресторан там. Просто люди не узнают. Поэтому, чтобы этот ресторан давал прибыли, чтобы этот ресторан принес больше, его надо кому-то показать. А люди надо туда загонять. А загонять их только в маркетинг и рекламу. Реклама – это способ, когда вы донесете до своих потребителей заявить о себе, говорить о себе, что вот у нас есть такая услуга, и найдете тех людей, которые нуждаются в этой услуге или продукции. И реклама помогает вам. А теперь давайте подумаем. Вперед кризиса, скажем так, 10 компаний. Вот что вы заметили в реальности, что происходит на рынке. На рынке происходит такая вещь. Внимание, обратите. 10 компаний. Из 10 компаний в одном отрасли, скажем, 10 компаний занимается область, или 10 компаний занимается строительством. Ну, одно отрасль. Или 10 компаний занимается продажа продуктов питания. Например, из 10 компаний в одном отрасли, в одном отрасли, просветает, станет крупным только один. Две-три из них средне держится. Остальные все банкротятся через несколько времени. Через несколько лет. Пять лет, некоторые за три года, некоторые за семь лет. Вот за от трех до семь лет, максимум десять лет, остальные банкротятся. А в чем является секрет этого одну компания, которая станет крупнее всех, за счет доли рынка всех остальных? Его прорывная точка – это беспрерывное расширение. Он постоянно расширяет персонал и постоянно увеличивает рекламу. Давайте скажем компания А, компания Б. Компания А в момент кризиса сократила свои рекламные расходы. Внимание, компания А сократила свои рекламные расходы. Потихонечку, потихонечку. А компания Б увеличила. Он начал появляться там, где был раньше А. Он начал говорить о себе. Он начал показать свою продукцию. Он начал говорить о ценности, которые могут предоставлять. Со временем что происходит? Со временем, потихонечку, те люди, которые раньше используют компанию А, они начнут задуматься. Давай-ка попробую. Один раз видит, два раз видит. Они начнут попробовать. Соответственно, потихонечку, потихонечку компания Б забирает определенную долю рынка у компании А. И компания Б становится сильнее и сильнее. Компания А слабее и слабее. Получается, что в итоге за рекламу компания Б платил его конкурент. Не он сам? Я повторяю, за рекламу компания Б получается, что в итоге платил компания А, потому что компания стал слабее и слабее, а компания Б сильнее и сильнее. Возможно, один раз он не заработал, но потом-то зарабатывает. Это очень важно осознавать. За рекламу вы не платите, платит ваш конкурент. Но только, конечно, я не говорю о неправильной рекламе, я не говорю о неграмотной рекламе, я не говорю о том, что не окупаемая реклама. Если вы делали неправильную рекламу, значит, у вас проблема с вашими навыками и умениями. Это проблема не в рекламе, а проблема в вас. Не реклама несет риск, вы несете риск, Потому что у вас не хватает навыков и умений, как правильно делать. Проблема не в самом рекламе, и в самом бизнесе, и в самом персонале. Рискование – это вы, не сам бизнес. Ваше решение неправильное, качество решения неправильное. А проблема не в самом рекламе, что якобы если его уменьшат, якобы там выгода. Нет, наоборот, сам предприниматель заключается источником риска, потому что он так поступает. Ассортимент. Следующая вещь, которая позволяет средний чек клиента поднимать, это ваш ассортимент. Средний чек клиента напрямую связан с вашим ассортиментом. Это означает, что раньше человек купил у вас одну ручку, теперь вы и бумагу ему начали предложить. А если бумага нету, ну вы понимаете, что ручка, ну вот здесь не будет писать, он же все равно где-то должен писать. Раньше у вас была только одна ручка, теперь вы начали ему предлагать бумагу, но вы поймете, что все равно он бумагу использует где-то. Это и ассортимент. Это позволит средний чек клиента расти. Но плюс к этому, вы добавили ему фломастер или что-то еще, или что-то еще. Вы знаете, что эту бумагу он как-то-нибудь закрепляет где-то. Вы предлагали ему вот следующее это. То есть потихонечку, потихонечку, чем больше у вас ассортимент, тем больше у вас средний чек клиента. Но если у вас ассортимент меньше и меньше становится, соответственно клиенту неинтересно ради одной вещки вам зайти. Он даже если 2 рубля или 2 доллара дороже, пойдет к клиенту. Получается, что в период кризиса вы должны очень четко подбирать правильный ассортимент. Я не говорю, а речь не идет о надуте ассортимент. Ребята, надуте ассортимент бывает, когда люди глупо закупают за товарами. Кто из вас заметил, что во многих магазинах, во многих торговых центрах, во многих то, что у вас окружает, происходит затоварование. Они не знают, как избавиться от своей продукции и делят только акции, скидки, 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 скидки. Происходит некое затоварование. Очень много товаров. Понимаете? Почему так происходит? По одной причине. Внимание, по одной причине. Потому что люди не осознают, что человек зарабатывает в бизнесе, а не когда продает. Человек зарабатывает, когда покупает. Если ты правильно покупал, тебе легко продавать. Неправильно купил, ты не можешь продавать. Если ты не то купил, не можешь продать. Если ты купил нужный, правильно купил, доступный купил, и ты его все равно продашь, ты конкурентоспособный. Тебе нет необходимости, вот кто-то будет до 60% скидки делать. Люди делают эти скидки от того, что неопытные. Неправильно делают закуп. Неправильный закуп приводит к большим проблемам. Это принесет очень большой тяжесть. Много проблем создают. Да, не ликвидит, правильно, не ликвидит много. Поэтому, вот оно, дорогие мои, ассортимент, это есть напрямую связь средний чек клиента. Вы должны просто понимать, как лучше делать. Тем более, в период кризиса. Тем более, в период кризиса вы должны очень новую линейку найти. Вы должны увеличить продажу. Вы должны думать об этом. Я завтра буду говорить много стратегий, как это делать. Как подойти к этому. Примерами буду много рассказывать. Как мы это делали. Как нам удалось это все сделать. Как это работает. Или вы лучше поймете. Теперь внимание обратите. Следующая вещь. Люди начинают уменьшить точки. То есть, я имею в виду сокращать магазины. Сокращать. Если бы у них было три магазина, один магазин сокращать. Или для пиатр уменьшать. Аптеки уменьшать. В общем, сокращать точки. А что создает вам продажа? Касса. Касса создает вам эти точки продажи. Нужно увеличивать точки продажи, а не сократить. Да, есть не рентабельные точки продажи. Их надо закрыть. Но новые надо открыть. Нельзя закрывать одно и не создавать новое. Если вы закрыли одну точку, надо обязательно в порядке новую открыть. Это очень-очень важный момент. Поэтому вы должны быть постоянно в поиске ходовые точки. Постоянно в поиске проходимые точки. Это должно быть постоянно. Независимо от того, что творится. Когда вы действуете по этим правилам, вы действуете по этим законам, вы находитесь в состоянии просветания. Вы находитесь в состоянии развития. У вас постоянно сознание будет думать, как расширяться, как построить. Вы станете тот человеком, который создает будущее. Вы станете тот человек, который формирует потихонечку дорога к будущему. А когда рынок чуть-чуть нормализуется, вы просветаете намного быстрее, чем другие, пока другие успеют организоваться. И в 2008 году мне пришлось сильно пережить кризис. И очень многие вещи я усваивал от жизненных уроков. И все, чему я рассказываю вам, я так делаю, я так живу. Это все то, что я вам рассказываю, я так делаю, я так живу, ребята. Это мои принципы. Это мои взгляды к жизни. И они мне помогли. Не знаю, возможно, кому-то из вас поможет эти мои принципы. Но они мне хорошо помогают. Вот сейчас кто-то написал здесь в чате, что если мне даже давали бы полмиллиона долларов, я вообще не открыл бысь в традиционном бизнесе. Зря так думаете, дорогой. Понимаете, если сейчас, вы не представляете, сколько сейчас возможностей на сегодняшний день. Сколько предлагают мне такие бизнесы, которые раньше у меня не было. Шикарные возможности сейчас. Главное просто их понимать. Главное просто самому развиваться. У вас взгляд должно быть правильным. Все зависит от вас. Я снова повторю. Ключ к построению ваше будущее, оно заложено в вас. Вашим выбором. Выбор. Кризис давит на всех одинаково. Кризис ограничений создает всем одинаково. Кризис ситуацию создает для всех одинаково. Только одни люди подходят к нему по-другому, другие по-другому. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, что в жизни успешных людей нет проблем? Что в жизни успешных людей не бывает трудностей? В жизни успешных людей только гладко, да? Им просто супер. Вам просто господ вот так пострелим, да? Все им легко удается. Кто из вас заметит, что в долю успешных людей всегда достается больше трудностей? В жизни успешных людей больше проблем и больше сложных ситуаций. Гораздо намного больше. Но что помогает им победить? Выбор. Что ты... Как ты принес решение, вот так и будет. Выбор. Да, выбор. Дорогие мои. Мне очень жаль, что сегодня связь нас подвел. Столько, честно, очень много хороших вещей. Я надеюсь, что сегодня встреча со мной хоть что-то видели, себя провели. Что-то осознали. Да, в связи с долларами цены такие. Да, правильно говорите. Просто ориентируйтесь пока. Интервал будет. Но вы же продаете тот товар, который раньше купили, возможно, долларами. Поэтому... Поэтому, дорогие мои. Вот мы тоже продали товар. Долларами купили. Продал тенгами. Тенге, сумме, суммуни. Правда, мы тоже так делаем. Спасибо, дорогие мои. Спасибо. И вот мы тоже продаем. Продаем тенге, продаем вот это. Но я знаю одну вещь. Надо держаться на рынке. Да, где-то может чуть-чуть меньше, чуть-чуть патриарти. Возможно, где-то или чуть-чуть патриарти. Но на это внимательно обратить так сильно. Но сделайте какую-то нибудь сумму тенге, потому что все равно же он до бесконечности не будет расти, например, девальвация. Он еще будет, возможно, ориентироваться, что когда-нибудь он дойдет до, скажем, до этого, до 400 или, может быть, 350. Исходя из этого, поставьте цену. Вот что-то нибудь к этому подходите таким образом. Исходя из этого в своих магазинах. Дорогие мои, у меня к вам вопрос. Конечно, я извиняюсь, что у нас сегодня произошли такие технические связи. Но я думаю, что в конце потихонечку у нас связи стали лучше. Мы лучше начали провести семинар. То есть я хочу сказать, что, а вы знаете, почему в конце у нас в семинаре даже лучше стал? А потому что мы начали говорить о улучшении жизни. В самом начале нашей встречи я рассказывал о сложности, о кризисах, о трудностях и так далее. И наше сознание было вообще в другом состоянии. У нас не было внутреннего настроя к лучшей жизни. Возможно, были долги, возможно, проблемы. Конечно, проблемы много в жизни. Но чем ваши чувства, внутренние чувства ближе к страданию, тем больше будут у вас проблемы. Вы подумайте на минуточку. В второй половине части, как мы начали работать, как мы начали говорить о хорошем, мы говорили о выходе. Я рассказывал, почему надо увеличить зарплату. Я говорила о выходе. Я рассказывал, почему нужно просветать. И эти вещи нас изменили изнутри. Они нас изменили изнутри. Понимаете, мысли изменились. Вот скажите мне, пожалуйста, у кого из вас появилась внутренняя некая уверенность в себе, что вы можете пройти этот кризис, преодолеть его спокойно и намного лучше просветать будете после него. Пожалуйста, кто из вас это чувствует, ставьте десятка. Если у вас появилась такая-то внутренняя состояние, что я справлюсь, и это пойдет мне на пользу. Это пойдет мне даже на пользу, независимо от того, в дальний момент меня уволили с работы, или там, не знаю, бизнес придется закрыть, или что. Потому что, несмотря на все это, выбор за вами, ребята, у вас намного легче ситуация, чем по сравнению, у меня был 8-й год. У меня был ущерб долга, понимаете, куча проблем. Но было одно. Я верю, что с помощью Аллаха, с помощью Бога я справлюсь. Я рекомендую каждому из вас найти мою книгу «Духовный закон и богатство», прочитать много раз. Рекомендовать всем своим друзьям, особенно на данный момент, что творится в этом мире, особенно на данной ситуации жизни. Дайте им, скажите, возьми дело, почитай эту книгу. Посмотри, она тебе вдруг помогла. Настраивайте себя на успех, выбор за вами, запомните. И внутри себя сохраняйте максимальное спокойствие, потому что ваши эмоции, они много сделают. Ваши мысли либо доводят вас до вершин, либо загоняют вас в угол. Понимаете? Вот просто осознанно подойдите к этому. Ваши мысли либо поднимают вас до вершин, либо загоняют вас в угол. Не допускайте все то, что уменьшает вашу уверенность в себе. Это очень важный момент, дорогие мои. Родные мои, хотите ли вы узнать, как нам удалось три раза увеличить компанию в доходах и так далее, а около десяти раз увеличить компанию в активах в трет-кризисах? Хотите узнавать, через какие ошибки я прошел, которые вы могли бы их не делать, а просветать? Уроки, которые мне обошлись в потере, можно сказать, несколько бизнесов и больше два с половиной миллиона долларов почти. Только деньгам и долгам. Хотите узнавать об этом? Многие из вас уже меня слышите не один раз. Многие из вас уже несколько раз меня слышат, потому что мы рассылка делим по той базе, которая у нас есть. И постараемся поддерживать вас, помогать и так далее. Мне надеется, что они вам помогут, эти точки, мы говорим и так далее. Я вам скажу вот такую вещь. Завтра у нас будет вебинар. Он три часа будет идти. Трехчасовой вебинар будет. Именно по поводу, именно как поступать, как построить доход вперед кризиса. Как изменить, что надо делать. Как дополнительные доходы построить. Как направление давать. Как стратегию выбрать. В общем, много такое. Потом я буду порассказывать о многих тех ошибках, которые я допустил, которые привели к кризису. А потом, как я их решал. Я буду говорить очень много примеров. Как я их решал. Я буду об этом говорить завтра. Рекомендую вам посвящать этот тренинг. Я каждый раз провожу вводный курс, а потом поддаю какое-то направление в каком-то тренинге. Если вы в период этого кризиса хотите просветать, обязательно участвуйте. Мы на него ставили символическую цену. Очень-очень символическая цена. В тренинге ставили 150 долларов. И то резали его. И то резали его. И сделали его 70 долларов. Это вообще символическая цена. На самом деле. Почему символическая? Это даже меньше, чем ваши туфли. Это меньше, чем ваш телефон. Это один обед в ресторане. Или может быть один обед в кафе. Мы его сделали таким доступным ценам. Наверное, ни одного наших тренинга такой цены не имеет. Ни одного наших тренинга нет такого цена. Поэтому, если вы... Почему мы так делали? Я вам скажу, почему мы так делали. Потому что мы хотим, чтобы большее количество людей участвовали в этом тренинге. Она очень символическая. Правда. Вы представляете на минуту, в этом периоде, как это, какой пользы принесет. Надо думать об этом. Что это даст тебе, если человек учится этого, какой результат получит от этого. Это супер результат получишь. Поэтому, вот так. Кто из вас хотел бы попасть? Запись вебинара? Я не знаю, я спросу. Здесь будут вебинары. Вам отправят в сирку завтра утром в 9 утра. Пожалуйста. То есть, кто хочет попасть? Вот пишите сюда, чтобы я видел. Отлично. Дорогие мои администрации, можете написать письмо? То есть, я имею в виду, поставьте здесь электронную почту, куда люди могут записаться туда, отправить так далее. Завтра утром еще с нашей организацией будут отправлять вам сирпи, письмо и так далее. Пожалуйста. И кто из вас хочет попасть, старайтесь, пожалуйста, на завтрашнее. Да, завтра 20, но как сегодня менячили, завтра будет такое время. Он стоит всего лишь 70 долларов. Ребята, вы что? Все братья, сестры, всем говорят, сходи, учись. Это надо. Это, знаете, я не понимаю, как человек иногда, если такие вещи не понимает, не учится. Поэтому все своим знакомым, родным говорят, послушай, ты просто сходи, учись. Потому что это так поможет им измениться, это так поможет им расти. Уже мы знаем, что это дает. Я думаю, что сегодня, на этой даже открытии встречи, я давал очень хорошую информацию, для того, чтобы это помог вам хоть что-то изменить в вашей жизни. Вы согласны с этим? Айжана, Айжана, нет, сюда, не свой пол, Айжана, то есть администрация, Айжана говорит. Администрация, пишите нашу почту, куда люди могут писать. Спасибо, дорогие мои. Вот это наша почта. Часто поставьте его администрацию, часто поставьте, чтобы ребята могли туда зайти. Вот на этой почте ставьте свои фамилии, имя и так далее. Регистрируйтесь, пожалуйста. Туда ставьте свою заявку сейчас. Я очень хочу, чтобы видеть, сколько человек ставит заявку. Пока люди ставят заявку, ставьте заявку туда, и здесь пишите, я ставил заявку. Вот так. Или я ставил заявку, или я ставил заявку. И пока люди ставят заявку, я могу на два вопроса, или три вопроса ответить, сколько я успею. Пожалуйста, ставьте заявку и пишите в чате, я ставил заявку. Айбек, дорогой, вот такие предложения обычно не делают по тренингам или публичным и так далее. Такие вещи. Вот первый мой совет тебе. Никогда, никогда о деньгах не говори публично. Вот первый мой совет. Финансист никогда не говорит публично о деньгах. Это очень важно. Если ты хочешь найти себе инвестора, если ты хочешь найти себе хорошего инвестора и так далее, ты должен подойти к хорошим проектам. Хорошим проектам. Но какой проект нужен инвестору? Инвестору нужен проект, который имеет перспективу, у которого есть навыки и умения. То есть люди, которые имеют навыки и умения. Если у человека нет навыков и умений, нет, можно сказать, этого проекта, перспективы, тогда сам по себе проект ничего не стоит. Уловит, сам проект ничего не стоит. Куда денег платить, вы сюда в почту напишите, вам скажет завтра администрация. По скайпу со мной связывается газета. Это надо к администрации записаться на консультациях, и они ставят на график, и тогда могу с вами общаться по скайпу. Я не понял слово, вот, хотели бы, что я имею в виду, честно не понял. Когда буду в Астане, потому что вопросы же быстро уходят, вы не здесь, если не готовим, не успею, не обижайтесь. Связь будет завтра хорошо. Хорошо, нормально будет. Сегодня видите такая картинка. Я думаю, что завтра такого не будет. У нас всегда будет нормально, что-то сегодня такое. Особенный вебинар получился. В Астане когда буду, пока не знаю, дорогая. Надо график посмотреть, сайты. То есть в сайте напишите, вам ответят, когда будут тренинги в Астане. Пока они знают. Если кредит есть в сумах, закрыть его или нет. Любой кредит, особенно в сумах. Если он в сумах, но у вас есть идеи крутить, пока не закройте, заставьте деньги работать на себя. Но если вам никуда их крутить, тогда, пожалуйста, оплатите. Закройте тогда. Если нигде их использовать. Если сгибе их использовать, пожалуйста, обязательно делайте этот, как называется, господи. Если сгибе их использовать, лучше, пожалуйста, пусть деньги работают на вас. Вы должны стараться, что деньги банка работали на вас. Пожалуйста, постарайтесь регистрироваться, если вы чувствуете, что это вам нужно. Большое спасибо. Завтра еще вам, наверное, администрация сообщит, когда, куда, что, чего и так далее. Большое спасибо всем. Дай Бог вам здоровья. Завтра будем продолжать. По подробностям будем говорить о кризисе, что надо делать, как надо делать еще. Благодарю за встречи. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok